здравствуйте это канал дикий лайф меня зовут виталий дикий большое спасибо что смотрите пожалуйста делитесь этим видео лайкайте комментируйте как обычно и конечно же подписывайтесь на мой канал а сегодня нашим гостем будет игорь мосичок украинский политик здравствуйте игорь здравствуйте виталий здравствуйте дорогие зрители поездка зеленского соединенные штаты америки все крутится вокруг плана победы который в свое время для украинцев был очень засекречен как говорят а теперь он должен в общем-то быть оглашен и обсуждаем в американских политических кругах и международных также скажите пожалуйста может ли план победы зеленский в том варианте изменить о котором сейчас горит зеленский ход войны априори или нет прежде всего ну это какой-то сюрреализм план победы который должен выполнить украинский народ обсуждается в первую очередь не с ним не с представительским органом этого народа верховным советом а с лидерами иностранных государств с политической элитой соединенных штатов и тому подобное содержание этого плана известно всем западным лидерам с которыми встречался зеленский и они об этом но говорят каждый высказывает свои суждения обсуждают всем кроме украинского народа но это какой-то реально сюрреализм что касается самого плана ну я больше соглашусь с тем что это не план а набор пожеланий об этом кстати написала блумберг на самом деле они тоже формулируют подобные отношения к истории да ну с того что я слышал что я знаю что известно с открытых инсайдерских источников это ну реально набор пожеланий приведут ли они к победе будут ли они исполнены все навряд ли а победе говорить можно только тогда когда есть стратегия президент к сожалению высказался так что ну стратегия как бы у него иногда не хватает времени думать стратегически если дословно цитировать ну удивительно это раз строя но мы понимаем что некоторые пункты этого плана невыполнимы их не выполнят это невозможно это априори как-то выглядит странно больше того напоминает какой-то политический шантаж вот эти месседжи которые ну и самое главное это дорогие зрители вопрос другу состоит по ходу состоялось то чего я очень боялся от чего я предостерегал и о чем я ни разу это поездка это поездка не отстаивание национальных интересов украин не будем речь какой-то рывок дипломатических отношениях который помог бы украине это прежде всего вмешательство в избирательную кампанию соединенных штатах сейчас об этом поговорим это важно кстати потому что были яркие заявления в том числе и кандидата одного из значит участников избирательной гонки это трампа мы к этому сейчас вернемся но я все-таки чтобы закрыть тему плана потому что в общем то смысл поездки заключается в первую очередь наверное в этом процессе значит но это же не секрет что зеленский считает и заявлял об этом что реализация его именно плана может позволить закончить войну ближайшей перспективе причем речь же идет не об уступках зеленский на них категорически не согласен если не собирается идти он настаивает на том чтобы международное сообщество принудило москву к миру на условиях украины вот этот вопрос который меня интересует такие попытки уже были они особым успехом не увенчались откуда такой оптимизм уверенность что в этот раз получится ну с точки зрения украинских национальных интересов втягивания в войну нато мировое сообщество это все правильно ну безусловно правда но в тянутся ли они пойдут ли они на третью мировую потому что данный план если его исполнять вот действительно пошагово да но то о чем говорится по факту является началом стартом третий мировой ну настроение в европе настроение в соединенных штатах вне зависимости от штабов да ну кандидатов они категорически против этого и постоянно повторяемый месседж дальнобойные удары не разрешаем своим оружием постоянно повторяемый месседж о том что все таки надо думать садиться разговаривать это мы слышим от многих лидеров ну самое реалистично высказался президент чехии петр павел который сказал ну ребята ценой половины народа победа это еще и неизвестно гену на каком горизонте она это навряд ли приемлемо для украины и украинцев я уточню как детально звучало высказывание но выглядит таким образом цитирую президента чехии победа над россией он считает ценой уничтожения половины украинского населения не является победой честно говоря будет у река начала меняться да я так понимаю ну смотрите во первых давайте сразу скажем что петропавла нельзя назвать пророссийским политиком на него нельзя прицепить ярлы к руках кремля более того он генерал он генерал который служил в нато который понимает ну всю военную ситуацию это раз строя бы его даже усугубил то что он сказал потому что по состоянию на сегодня украина потеряла половину населения я имею ввиду конечно не боевые только потери а я имею ввиду потери населения за счет эмиграции я думаю мы об этом поговорим потому что ее отталкивают от украины постоянно я имею ввиду людей которые по факту не знают где себя деть психологическое настроение людей которые просто в тупике находятся я от сталкиваюсь с такими вот вещами ну это серьезнейшая серьезнейшая ситуация виталий и петр павел и оценил я бы сказал даже мягко так так же как мягко по моему файнэйшу таймс дало цифру потерь вооруженных сил украины 80 тысяч а президент зеленский начал говорить что что это лошь брехня ну и тому подобное я скажу да это ложь потому что цифра намного больше я не могу говорить конкретику но думаю что потери боевые потери имеется ввиду не только погибшие а и те кто не могут по состоянию здоровья после участия в боевых действиях держать оружие в руках где-то в районе колеблется полумиллиона человек и не надо быть великим математиком великим там арифметиком надо просто проехаться по кладбищам больших городов посмотреть на села на малые города и очевидно станет понятно что 80 тысяч это действительно ложь только не в ту сторону которую имел в виду президент зеленский это трагедия эта трагедия для нашей нации нашего народа то что происходит и петр павел как по мне ну очень точно охарактеризовал последствия того что происходит но он просто сделал как бы оценку нынешней ситуации ну и каких-то да перспектив я смотрю глубже вот ехал спешил на эфир к вам включаю смотрю марафон рассказывает что да угледар но мы там держимся кто-то там рассказывает отбиваем все и я сразу же набираю там друзей 72 бригады с которыми в четырнадцатом году познакомился и позже говорю какая ситуация они мне говорят и цензурными словами ситуацию описать нельзя полный звездец ситуация катастрофическая ухудшается каждый час и части начали потихоньку отводиться угледарок то есть мы имеем угледарскую трагедию по факту а телемарафон нам рассказывает что мы держим зачем врать собственному народу это порождает недоверие это порождает просто отторжение от не просто марафона все понимают что марафон этот это от крови и плоти нашей власти населенский это так не считает вы обратили внимание что он дал интервью нью-йоркер изданию американскому и вопрос прямой в общем то но он выглядел таким макаром то есть нью-йоркер обвинил или дал понять что хочет разобраться в процессе но почему телемарафон происходит в реализуется в скоординированной манере с властью зеленский заявил что журналисты в украине оказывается решили объединить усилия чтобы бороться с российской дезинформацией и дальше начал рассказывать о том что телемарафон предоставляет только правду и ничего кроме правды я не хочу комментировать все таки представитель медиа я тоже как бы принадлежу к цеху да поэтому как-то не совсем корректно людях ну высказываться но о самом явлении да и о самом этом процессе я сказал так с первого дня широкомасштабной агрессии я говорил о необходимости принятия израильского аналога закона о военной цензуре что это такое в израиле действует все сми работает свобода слова и все но военные военно начальники военные эксперты и тому подобное согласовывают то что они говорят в эфире с военным цензором то есть военный цензор может сказать вот это комментировать нельзя ну вот нельзя это военная тайна у нас все с ног на голову понимаете наоборот у нас этот закон не принимают о военных и военных делах болтает кто хочет и что хочет но зато у нас душат свободу слова и загоняет стойло единого марафона единый марафона это не для борьбы с дезинформацией не для цензурирования военных военной тематики а для навязывания обществу единого политического мнения именно политического мнения не просто в контексте войны а в существовании всего общества это зло это зло которое превращает нашу страну в какую-то северную корею какой-то там китайскую народную республику там же мы вспомним до представители партии власти говорили что мало нас все но будем говорить так грубо ну надо же определиться если мы со свободным миром если мы защищаем свои права и свободы да на фронте то как-то она не вписывается и что и западные журналисты очень правильно подняли вопрос а как это вписывается в демократические принципы и в принципе защиты праве свободы я недавно общался с одним своим соратником с которым четырнадцатом году защищал страну и он мне сказал такую вещь она просто резанула ну как бы мозги даже не уши игорь а ты понимаешь что с четырнадцатого по двадцать четвертый старт особенно за последние там грубо говоря пять лет до фактически стерли все за что мы шли воевать 14 мы же шли воевать и защищать свободу права да свои и тому подобное по факту свободы слова нету права все ограничены до никуда рот открыть никому нельзя открыл рот пришло пцк отправила куда-то в мясорубку какую-то и так далее и так далее поэтому многие сейчас задаются вопросом мы воюем с империей зла сами превращаясь в дракошу да вопрос такой актуален его обсуждают но все же чтобы вот закрыть эту тему с марафоном смотрите что сказал зеленский я длительно обращаюсь и думаю что игорь вы в курсе цитирует то что новостные отделы 6 телеканалов объединились это не означает что они сами уничтожены они существуют так же как и раньше они сохранили свои места в эфирной линейке они вольны показывать то что хотят но там этот телефон стал ресурсом для людей у которых скажем нет электричества и который видит беспилотники летающие но придал как бы вот это все важности и паса но я понимаю если в это было действительно добровольное объединение и люди как бы зная свою гражданскую изъявляя позицию да но они же подкармливаются с бюджетом притом настолько конкретно богато полтора миллиарда в год уходит на вот содержание этих шести каналов или как он там сказал информационная служба этих каналов для того чтобы реализовать марафон недавно был соцопрос где было сказано я не помню то ли разумков то ли местом делали там было сказано о том что лишь смотрят уже 50 процентов упало очень сильно это неправда я думаю в лучшем случае 10-15 процентов я тоже вы не дослушали но я хотел сказать что это тоже натянута сова на уши знаете половина с этих 10-15 процентов больше половина это люди которые привыкли чтобы что-то работала знаете как у нас на полтавщине кажут чтобы у хати что изговорила вот приблизительно это работает так раньше было дратовое радио потом стал телевизор чтобы у хати что изговорила все вся история вот это вот это надута булька в информацию с марафона верят несколько процентов в лучшем случае многие фильтруют об этом соцсети пишут люди обычные пишут соцсетях ладно там кто-то с политологов да там политиком ну высказывается журналистов обычные люди пишут но тут же еще один очень важный виталий вопрос на который мало кто обращает внимание объединили шесть новостных ну программ телеканалов шести телеканалов три из них принадлежат олигарху пинчуку да который дрется возле офиса президента и как ни в чем не бывало который позволяет себе припкаться на пресс-конференцию президента развалиться в кресле в первом ряду перед журналистами закинуть там ногу на ногу и пузыри пускать потом остальные три это тоже будем говорить так близко к офису да либо подконтрольный офису потому что собственник один плюс один в сезон находится а контролирует его офис я коломойскую имею ввиду интер собственники кто воялен к офису чуть ли не военнопленный а кто в изгнании сидит не нравится пошел ну под арестом там экстрадиционным я фирташа имею ввиду вот а левочкин в роли военнопленного по ходу выступая а ну там вот мы украина там вообще история ну интересно там такой как бы руководитель и в том числе якобы основатель по фамилии петренко был такой человечек а вот он очень близок к офису президента как говорят мои коллеги я не осуждаю журналистов которые пошли работать зарабатывать на семьи и тому подобное я осуждаю журналистов которые профессию бросили и стали пропагандисты сложная тема на самом деле рационально с вами трудно не согласиться но вернемся к визиту зеленского соединенных штатов америки объясните ну как так случилось когда украинская власть нас убеждала в том что будет встреча с байденом действующим президентом с двумя кандидатами трампом и харрис мол им будет представлен план победы и тут заявление американской прессы в том числе заявление республиканцев о том что будет проведено расследование в плане заангажированности визита он якобы работает на одну сторону на кандидата в президенты камалу харрис и трамп и его окружение видят в этом крамолу и в общем то говорят следствием этого на данный момент пока мы записываем наш эфир зеленский не встречался с трампом трамп якобы отказался и конечно же джонсон который сейчас находится спикером ну в конгрессе тоже не видит возможности окна в своей занятости чтобы встретиться с президентом украины зеленским это взаимосвязанная вещь взаимосвязание я знаете должен отступить назад чуть-чуть для того чтобы потом ответить на этот вопрос и не нарваться на это самое вот вы говорили агентах кремля да там ну и тому подобное смотрите фамилии называли я скажу так сегодня нашей командой моей зарегистрирована петиция об увольнении главы арма олены дума которая помогала своим бездействием а может и на мысль нацеследствия должно установить вывести спад ареста яхту медведчука в хорватии которая является и сотрудничала с сенатором от астраханской области андреем диркачу ну дума может быть да в армия а если скажут что-то дык и виталий или махичук то они агентами до становятся сразу как-то ну не получается ну не складывается чему я вернулся назад потому что сейчас я расскажу вещи после которых посыпаться обвинение так вот смотрите визит пенсильванию это на военный завод с вот этими росписями на снарядами это элемент избирательной кампании кайф который должен показать избирателю что вот военная промышленность сша вот она работает а работает благодаря что мы поддерживаем украину и этот очень важный штаб для выбора в соединении штатах перетянуть на сторону хайс потом вот эти высказывания трамп не знает на самом деле он типа врет ну не говорит влета говорит он на самом деле не знает как остановить войну но намек прямой ну то есть это сам вот эти вот высказывания визит все ну и соответственно реакция там как кандидат высказался более-менее сдержанным просто сказал мы не планировали да там через окружение передал сигнал такой а сын не сдерживался в эмоциях и нагрубил прямо назвал там все расставил как видит республиканская партия джонсон поза занимая должность на спикера конгресса он сказал мы просто это не входило в наши планы у нас другие планы у нас поле не у нас там это он потоп там еще что-то самый главный момент вы знаете мне насколько стыдно было когда кандидат в президент бывший президент сша она говорит самый известный продавец на сленге американском это практически паре ну как у нас приезжает берет 60 миллиардов уезжает с нашей страны мне стыдно я честно мне обидно я могу 30 раз не поддерживает там зеленского это реально я не осуждаю там потому что с точки зрения американцев это так и вы я осуждаю политику хождения по миру собирание денег не могут сказать и без западной помощи мы не выставим ребята все правильно только западную помощь надо направлять в том числе и на развитие собственного в пк собственной экономики собственной альтернативной энергетики которая не будет подвержена вражеским ударом но рубава а у нас эти деньги тупо вруют тупо звездят не хочу выражаться прям просто и мы только видим потом диваны чиновника в обыске проходят диваны видим вот видим там видео задержали все посадок не видим вот их ловят они потом за границу уходят как этот депутат от слуги народа взял и ушел ему там подозрения на бу ему там судят все он взял через черновицкую область и ушел для посполитых граница закрыта а слуга народа как по маслу пожалуйста прошел адаченко и ну дошло до того что мне вы знаете я записал интервью с дмитруком первым первое после его выхода с украины нардепом тоже и мне с парламента слуги пишут в адаченко интервью возьмешь не смешно я то возьму потому что это как бы моя работа как журналиста но вопрос аж немного по-другому выходит вы его выпусти раз у вас такая вот история и это ж ну а дарченко это нарицательная вещь там же есть люди которые ходят под статьями за убийство то есть за дтп ну с летальным исходом гелко народный депутат его тоже выпустят или как плюс 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 к этому а чиновники ну покажите мне чиновников которых вы там по задерживали и тому подобное ну в парламенте уже смеются что существует межфракционные объединения сизу люди которые реально ну вот они там вышли благодаря там помощи банковой помощью своих денег которые были украдены но они не в парламенте должны сидеть а когда они чувствуют что тот к ним что-то подбирается они убирают это все видят на западе видят на западе и естественно говорят какие 60 миллиардов почему мы должны давать деньги чтобы потом наблюдать в новостях вот эти вот диваны но с бабулом ну и тому подобное поэтому как по мере реалистический план пускай не победы но сотрудничество для начала правильного сотрудничества по обороне страны по возрождению страны должен был бы выглядеть так первый пункт мы вводим жесточайшее наказание за коррупцию никаких заставок никаких этих самых мы при том в первую очередь для своих вторая часть мы возвращаем детей своих чиновникам всех кто это самое ну кого можем вернуть на всех украинцев вырвали мы заберем украинцев но дети наши останутся за границей а детей возвращаем они идут вооруженные силы и показывают пример защиты родины понимаете а что делается действует за принципом виталий разделяем вас вы смотрите вот помните слугу народа не знаю вы смотрели или нет если конечно было бы очень хорошо этот момент даже тут в интервью ставит там есть момент где олигархи между собой рассуждают как разделить украину в этом фильме что там язык там бандера там это мы их травим они это каком фильме говорите слуга народа по которому они полностью исполнили то с чем типа боролись они разделяют полу разделяют по языку по вере по историческому прошлому а сейчас разделяют ты за границей я не за границей ну и так то есть те там те это травят людей которые находятся своих граждан 10 миллионов которые находятся только в евросоюзе около 10 миллионов они их травят тупо загоняют обзывают унижают используют для этого говорящих голов в том же ну телемарафоне ну и тому заявление министерства иностранных дел которое должно защищать людей ну и это приводит тому что сейчас начинаются за пределами страны необратимые процессы часть людей и пишет заявление о выходе с гражданства частью нет мы будем объединяться и мы будем бороться мы едины со своей страной но мы не согласны с этим режимом 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 зеленых мародеров режимов людей которые делят украинцев режимом тех кто ликвидирует государственность и утилизирует народ и насколько мне известно в ближайшее время готовится съезд громад украинских европы и я думаю что там будут поставлены серьезные вопросы по паспортам и по защите прав и свобод украинцев за границей на что наплевало мзс и наплевали консульство где бабки превыше всего вот до чего добровалась нынешняя власть вот этим разделять но я думаю что она очевидно стало последнее время я думаю что это видно даже невооруженным взглядом но я хотел бы все-таки вернуться к американским событиям и относительно вот заявлений трампа что он не будет встречаться пока нет возможности у него встретиться с еленским но и также то заявление которое выглядело прям ошеломительно он сказал о том что в случае своего прихода белый дом выведет сша из украины и я так понимаю режим не идет о живой силе и так далее и так далее речь идет о том что выведет интересы сша значит сократится возможно финансирование или все что с этим связано смотрите виталий он чуть не так скажу как говорите как говорится любви больше правду он сказал я выведу сша с войны возле трампа возле трампа тоже достаточно людей заинтересованных в украинских ресурсах во влиянии но на украинскую политику и тому подобное трамп сейчас демонстрирует и дай бог ему удастся в случае победы а я опять же скажу наша власть должна относиться одинаково ко всем кандидатам ну президенты соединенных штатов в случае его победы он будет стараться прекратить боевые действия по какому плану пойдет я не могу судить но то что американцы уйдут полностью с украины при трампе я в это не верю там также достаточно разного рода бизнеса заинтересованного нашей стране другой вопрос что войну потом война войну он попытается остановить но тут самый главный момент я хочу чтобы все обратили на это внимание два даже главных момента момент номер один не трамп никто другой придя войну не остановит это все в наших руках мы должны формировать смысл и эти смыслы должны быть понятны и нашим западным партнером и нашей власти мы теме виду украинский народ украинское общество надо прекратить бояться надо начать говорить второй момент я честно говоря несколько дней уже не могу отойти от опроса который опубликовал украинский политик депутат нынешнего парламента евгений шевченко обозначая за кого люди будут голосовать и от себя там еще ряд политиков он от нос до партии которая от трампа меня вопрос к евгению у меня вопрос к ко всем я в трампа тогда я против вас я готов в эфире даже на вашем канале где угодно встретиться с евгением и дискутировать на эту тему нельзя быть от травм украинский политик должен быть от украины и от украинцев а не от трампа байдена харрис кремля предустояля сороса или любой другой мляде нет хватит нас гомосят соросят чтобы теперь появились эти стрампята грубо говоря достаточно у тут либо мы осознаем что мы нация государственников и государства для нас это цель реализации либо мы будем колонией формально и а возможно и оккупированы это от как раз желание найти себе пана москве в вашингтоне в брюсселе стамбуле пекине у глобалистов сороса вот это желание привело нас к от этой войне потому что мы не думали государственным мозгом и интересами украины и украинцев а думали как удовлетворить москву вашингтон сороса или якусь еще блядь мы отдали ракеты мы отдали самолеты которыми нас бомбят сейчас мы уничтожили собственные вооруженные силы я молчу там о ядерке мы промышленность уничтожили мы превратили себя в сырьевой додаток а потом скатились уже до того до чего скатились и получили то что стал абсолютно слабыми стали просто ну люди в кремле эти можно их людьми упырями орками называйте их как хотите каждый но они увидели нашу слабость раз а второе я глубоко убежден что в женеве когда встречался путин с байденом байден на его слова по украине что мы будем добиваться своих интересов там но российских в украине я не знаю что он сделал моргнул пукнул кинул головой дернул его от амсгейн на что там было я не знаю но дальнейшее развитие событий показывает что администрация байдена пальцем не пошевелила кроме слов и предупреждений чтобы остановить прямое российское вторжение 24 февраля 2022 года они знали они предупреждали это правда но они не сделали абсолютно ничего чтобы остановить войну поэтому когда больше того если бы администрация обамы в которой байден был вице-президентом не дала согласия на аннексию крыма я утверждаю что не дали согласия это они заставили наших политиков не оказывать сопротивление в крыму другое дело что наши политики или недополитики ну как угодно назовите не должны были никого слушать но это опять же это опять же от того что кто-то хочет быть сарасенком кто-то байдененком а кто-то трэнтонят а украинским политикам быть не хотят вполне вполне вероятно что эта история имеет и такой конец но вернемся к визиту сша зеленского все-таки есть несколько вопросов которые мне кажется очень актуальны на заседании совбеза организации объединенных наций зеленский заявил что против проведения переговоров с россией для решения конфликта в украине ну основная мысль зеленского это понятно заключается в том что война может закончиться только на основе предложенной им формулы мира я зацитирую зеленского это важно нашим зрителям услышать он считает эта война не может просто утихнуть вот почему эту войну нельзя успокоить разговорами необходимы действия россию нужно только принудить к миру именно это нужно принудить россию к миру конец цитаты и тут я хочу напомнить что недавно у нас был моде премьер-министр индии и первый зам главы мид индии в окрам мир сияничес активно комментирует возможность проведения второго саммита заявил четко и понятно индия считает преждевременем проведение второго саммита по украине однако будет продолжать контакты с любыми обеими сторонами конфликта и мировыми мировыми лидерами в поисках сценария урегулирования меня меньше интересует заявление зеленского его измышления меньше интересует по поводу фактора индии в процессе переговорных каких-то отношений меня интересует почему они поставили под сомнение вообще проводить второй саммит со всеми вытекающими последствиями я же не думаю что это индия просто ковыряюсь носу придумала такую версию я думаю что это скоординированная версия может быть в том числе из китайцев смотрите я думаю что у китайцев тоже позиция вопрос даже не в том скоординированы но их не действие или несколько с координирован вопрос абсолютно в другом смотри это я как у нас получается ситуация зеленский заявляет на втором саммите мера будет присутствовать российская федерация проходит два дня и этот самый товар товаре зеленский заявляет никаких прямых переговоров с россией в результате мид российской федерации делает официальное заявление что ни в каком саммите мира созываем новой зеленском они брать участие не будут соответственно индия и китай тоже не хотят брать участие в саммите который будет тусовкой то что мы наблюдали в швейцарии соберутся сфотографируются выпьют дорогого брюта погуляют каких-то красивых местах пообщаются и все результата не будет это не переговор это саммит сторонников мира можно назвать да этому можно назвать саммит сторонников украины надо ли такие проводить возможно да но зачем тогда называть что это перевод о чем переговоры это две воюющие стороны хочется это или не хочется вариантов ровно два даже при поражении нацистской германии акт о капитуляции подписывали немцы не говоря о том что нам до капитуляции ну очень и очень далеко россии по крайней мере по состоянии на сегодня поэтому все вот эти рассказы как по мне сводятся к одному никто администрации нынешней украины не хочет мирных переговоров которые закончились хотя бы перемирий не миром а хотя бы перемирий почему потому что перемирие означает возобновление политического процесса означает конец единого марафона о о котором говорили о котором говорили означает проведение выборов означает больше всего поражение правящих сил ну на выборах и означает уголовное преследование вот это все еще было и зеленых мародюра которая воровала на крови которая бросала на смерть ради заработка людей и так далее и так далее я не знаю ковра самолета и куда он их должен отнести моет к пингвинам они там проплатили что-то там красная икра там вино про все экспедиции потому и одна фамилия всех возглавляет да я за экспедицию я просто и даже красное вино понимаю зачем но просека зачем не понимаю и красная икра тоже мне не совсем понятно ну то такое смотрите экспедицию финансировать однозначно надо но экспедицию а так вот нету заинтересованных я общаюсь с военными притом военными людьми которые добровольно прошел защищать страну будучи он украинец по национальности но будучи гражданином другой страны он пошел защищать родину и едет с отпуска я общаюсь с ними он говорит стране надо выборы стране надо перезагрузка я говорю это твое личное мнение потому что ты такой парень активный бизнес ну и так далее он нет это мнение войсках я говорю так вот назад войсках было время мнение никаких выборов до окончания войны он не горит завод все изменилось все понимают без перезагрузки ничего не будет плюс дату а я хочу сказать сейчас несколько вещей которые очень кому-то не понравится 1 марьяна безугаев вчера написала чистку правду о том к чему готовятся русские по созданию плацдарма в час они уже создали а часть готовятся я имею ввиду днепр и тому подобное кроме того она между строк сказала о коммуникациях я скажу прямо киеву по барабану строительство оборонительных сооружений даже выделенные деньги не контролирует используют или их или нет и куда используют два примера значит донбасс паша кириленко паша 15 процентов клубничка малинка как ее там называют заработала типа семья деньги на этом приезжаем под мир наград там вываленные зубья драконов кучу скинутые бабки списали со всего я видел фото и видео как это все сброшено в какую-то огромную такую кучу и наверное же это все реализовано да значит сейчас оборону покровском фортификационное сооружение их воздвигают в частном порядке бизнес инженерно-технические рабочие и военные которые защищают эту участку участок фронта понимаете в частном порядке ну ситуация насколько плоха с угли даром ну то что мы говорили в начале что мне ребята военные говорят что ну два-три максимум месяца мы сможем продержаться если не изменится ну парадирма войны днепропетровская область собака не валялась миллиард двести миллионов на счету глава военной администрации высак не проводят тендеров не проводят работ военные за голову хопаются деньги есть такое впечатление надо прийти стать на колени и сказать ты уворуй ну хоть что-то построй ну вообще маразм с администрации увольняются тендеристы уксовцы понимают что им же ответственность за нереализацию но потом нести понимаете и эти люди хотят противостоять машине нравится или не нравится но в россии хотя бы частично сажают и показательно показывают стране за ту же коррупцию воровство в оборонной сфере за тут куча зубьев пацан кириленко на обязательствах под заставы какой-то мелкой ходит дальше продолжая исполнять обязанности руководителя антимонопольного комитета ну а люди этого не видят а солдаты этого не видят а за границей этого не видят а в штабе трампа этого не знаю все это видит знают понимают и это ситуация которая абсолютно абсолютно но выходит ну это диверсия я по-другому сказать не могу это диверсия против страны против народа знакома ситуация время от времени об этом говорим но толку особого нет может быть там живут иначе другими походами жизни такой сложный момент но тогда я должен обязательно вас просите об этом если вы говорите ситуация на фронте сша как пишет вашингтон пост не услышали убедительный аргумент от украины относительно разрешения на удары по рф западным оружием во первых у меня вопрос почему именно так а второй пункт б а что же они вообще хотели услышать интересно ну смотрите два пункта с этого плана победы да которые ну привез зеленский в сша это фактически старт третьей мировой то что я говорю да это в наших интересах потому что так мы будем иметь шанс ну грубо говоря но давайте логически наши интересы как у нашей маме одессы говорят две большие разницы до американцы более выборы тем более ну они во вторую мировую там вступали мы знаем с каким скрипами тому подобное ну с какого они сейчас скажут пейте или давайте как ладно не принимайте в нато давайте подпишем нато украина пока ты статье ну устала на но это хорошо это означает прямое вступление нато в войну нато в войне это третья мировая готов бюргер с какого-то там лекция вступать в третью мировую готов там веке есть предпринимателя с предместе в париже или там я не знаю бельгия с какой-то и тому подобное готовы ли страны на то есть не избиратели руководители руководителя этих стран к началу третьем мировой нет нет они будут кормить дальше крокодила в виде путина они будут пытаться договариваться но план привезенный не реалистичен надеяться услышать что скажут пейте принимаем в нато ну задействуем пятую статью стала на то ну может только либо ребенок с детского сада который еще ничего не понимает либо человек заранее знают люди заранее знают что им откажут и они готовы идти они же озвучили по плану б долгой войны а долгая война это долгое пребывание в власти это долгая возможность пилять бабло от плюс-минус атаку цветали эти хотел внести правки вы говорили о второй мировой войне так понимаю проводили параллели о втором фронте да но насколько нашим зрителям может быть неизвестно очень много лет прошло второй фронт открылся высадкой в нормандии войск западных союзников по анти гитлеровской коалиции произошло это 1944 году 6 июня но тоже речь идет о помощи и в том числе разрешениях относительно использования оружия в целях так как считает украина так вот во вторую мировую войну тоже так для образования именно 11 марта 1941 года соединенные штаты америки приняли закон о ленд лизе затем в октябре этого же года значит там была распространена программа и соответственно все подготовлено для того чтобы был подписан договор уже 11 июня 1942 года было подписано соглашение между сша и советским союзом о ленд лизе то есть о получении всего начиная тушонки заканчивая там автомобилями и тягачами смотрите видали очень правильное такое исторические но отступление скажу больше у них был ленд лиз у советского союза а нами ленд лиз не дали реализовать что такое чтобы зритель понимал это долгосрочный кредит по которому ты можешь прийти в большой американский оружейный супермаркет ну и не только оружейный и взять то что ты хочешь а не то что тебе разрешат не разрешат ну и тому подобное нам этого не дали ну и уже если заканчивая второй мировой ну надо вспомнить что премьер британии уинстон черчил чуть ли не плакал уговаривая психовал кричал каким условием было уговаривая президента сша совершить хоть какие-то действия направленные на против нацистского режима германии да ну это же реальная история о которой не любят говорить потому что на самом деле лондон уже бомбили а соединенные штаты делали вид ну да мы струбованы ну приблизительно как сейчас у нас вот поэтому незнание как правильно виталий сказал незнание нашими властями истории никакой истории не недавний недавний ну вообще никакой и вообще абсолютно во многих случаях без грамотность приводит к тому что они хотят быть сарасятами байденятами трампонятами кремлевскими курвами кем угодно служить любому пану вот и все и это самая большая трагедия наши элиты не готовы к тому чтобы быть суверенными быть самостоятельными и мыслить национальными интересами а кто-то из великих возможно монсей я не помню точно сказал что элиты это не те кто наверху а те кто способны вот способны на что-то вот это элита и очень вам благодарен очень интересный собеседник большое спасибо что нашли время для меня и моих зрителей на мои вопросы поделились своими мыслями спасибо вам жму руку и надеюсь на благосклонность будущем спасибо большое спасибо вам в уважаемые зрители и вам сегодня мой гость и ваш гость гость канала дикий лайф игорь мысичук украинский политик меня понятное дело зовут виталий дикий пожалуйста подписывайтесь на мой канал ну и ширите это видео делитесь им лайкайте комментируйте это тоже очень важно для меня единственное что пожалуйста в рамках правил не нарушая правил сообщества но все же я хотел бы знать что вы думаете по поводу того что мы обсудили сегодня в этом споте не теряйте оптимизм через небольшой промежуток времени мы снова встретимся всего хорошего спасибо